Сегодня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблею ООН. К сожалению, до полного освобождения общества от пагубной зависимости еще далеко. В Новом Рингое за последние полтора года количество потребителей запрещенных веществ выросло. Сегодня на учете в психоневрологическом диспансере состоит 603 человека. Большинство из них не старше 26 лет. Наркополицейские отмечают, что с начала года наказание за преступления в этой сфере стало более суровым. Но еще находятся те, кто готов продавать и покупать опасный для жизни билет в мир синтетических грез. Елена Коробко продолжит тему. Средний возраст наркозависимых снижается с каждым годом. В последнее время за незаконный оборот психоактивных веществ задерживают людей моложе 26 лет. Сегодня на учете в психоневрологическом диспансере состоит 12 подростков. Еще недавно эта цифра была равна нулю. Раннее пристрастие начинается с курительных смесей. Именно спайсы и соли широко распространены на территории нашего города. Если в том году данный вид наркотиков составлял порядка половина, изъятий были именно синтетики, то на сегодняшний день, по крайней мере, по изъятиям Новорингойского межрайонного отдела, 96% изъятых наркотиков составляют синтетические наркотические средства. В основном их покупают подростки из социально благополучных семей, у которых всегда есть карманные деньги. Зачастую после употребления синтетики развиваются психозы. Буквально за полгода количество тех, кто обращается в психоневрологический диспансер с острыми расстройствами, значительно выросло. В 2012 возникла необходимость заниматься реабилитацией таких пациентов. Люди начинают видеть непонятно что, начинают двигательно возбуждаться, могут причинить вред как себе, так и окружающим. После лечения человек приходит более-менее в себя, то есть состояние его стабилизируется, он приходит к нормальной общественной жизни, то есть возвращается в общество. Но дать гарантии стопроцентные по поводу того, что человек не начнет, скажем, через 6 месяцев, через 7, никто просто не может. Но Варенгой занимает первое место в округе по количеству раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 6 месяцев этого года наркополицейские изъяли больше 4 килограммов психотропных веществ. Из них ровно половина сырье, из которого изготавливают курительные смеси. Кроме того, оперативные сотрудники раскрыли 124 преступления. Это на 61% больше, чем за то же время прошлого года. Возросло и количество групповых преступлений. Наркотики попадают в наш город всеми видами транспорта, в том числе железнодорожным. Месяц назад наркополицейские перекрыли канал поставки из Челябинской области. В результате были задержаны 3 человека. Тот, кто перевозил, кто получал и кто собирался реализовать дурманищие зелья в Новом Уренгое. А в январе за такой же сговор на 20 лет осудили двух молодых людей, которые поставляли спайсы и соли из Новосибирска. У преступников изъяли 100 граммов синтетических веществ. Один из видов преступной деятельности – это был сбыт наркотических средств, причем различных. А вторым видом преступной деятельности – это они сюда поставляли девушек легкого поведения из Алтайского края. Всех вместе мы бы там на этой трехкомнатной съемной квартире задержали. Одними силовыми методами добиться положительного результата невозможно, говорят специалисты. И потому часто проводят профилактическую работу в образовательных учреждениях с педагогами, школьниками и их родителями. А также встречаются с трудовыми коллективами. Но только стараниями оперативных сотрудников невозможно побороть одну из самых страшных зол современности. Никто не должен оставаться равнодушным. Елена Коробко, Антон Берестянский, Служба новостей «Импульс».